Приветствую вас, мои друзья и гости канала. Сегодня воскресенье, а значит я сегодня буду для вас снимать некоторые хорошие варианты, вторички в том числе. Ну, в общем, как бы так. Ну, а сейчас, пока мы едем помыть автомобиль, это же прекрасно, мы с вами озвучим новости. Ну, и так, теперь что? Блин, я могу сказать, что я работаю еще и ночью. За сегодняшнюю ночь было продано три квартиры для инвестиций. Это у нас открылся новый объект над Догомысской. Про этот объект пока никто из риаторов не знает, вы об этом узнаете в январе месяце, когда цена будет 105 тысяч рублей за квадратный метр. Ну, а сейчас мои инвестора покупают по 78 тысяч рублей за квадратный метр. Чтобы вы понимали, улица Догомысская, Зарокзальный район, хороший клубный дом с бассейном, ребят, с бассейном. На расстоянии 200 метров от жилого комплекса Огни Сочи. Поэтому, если кто-то хочет купить по 78 тысяч рублей за квадратный метр, по 77, можете мне писать в WhatsApp. Я с большим удовольствием вам пришлю цены, планировки, макет дома, в общем, всю информацию вам дам. Пока не показываю видеоролики, потому что официально, когда все риатора будут продавать, официальный старт продаж в январе месяце 105 тысяч рублей за квадратный метр. Сейчас можно получить по 77. Ну, да ладно, давайте перейдем потихонечку к другим новостям. Дед Мороз в Сочи каждый день купается в море, ребят. Что значит Дед Мороз в Сочи? Да это значит, что одел шапку и пошел купаться, и все, о, Дед Мороз купается, Дед Мороз купается. Ну, круто, ну, что я могу сказать. Ну, круто, но все развлекаются, как хотят. У жителей Сочи есть шанс отдохнуть на лайнере с Джеки Чаном, блин, Джеки Чаном, вы понимаете? Еще раз повторюсь, кто не всегда смотрит мои новости, у нас есть такой интересный лайнер, который есть князь Владимир. Ну, и опять же, сейчас все идет к тому, чтобы теперь на Черное море к нам заходили и другие круизные лайнера. Как-то я показывал вам круиз, где мы катались по Лазурному берегу, 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 и, соответственно, вам понравилось. У меня тоже, как бы, цель на этот год прокатиться уже по нашему берегу, это, как бы, оказаться и в Севастополе, оказаться и в Одессе, и отовсюду. Да, кто скажет, Одесса не наш, ну, блин, я ни разу не был в Одессе, их хочется. Мне, как бы, без разницы, я люблю путешествовать, люблю, в общем, люблю, 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 люблю. В Сочи мотоцикл врезался в иномарку, и мотоцикл у нас стал Армагедец и Апокалипсец. Ну, бывает, что же сделать, не без этого. В Сочи предупредили об опасности схода лавин в горах. Чего говоришь, мальчишка? Все, езжай с тещей на отдых. Нет, ребят, я очень хорошо отношусь ко всем своим родственникам, поэтому мы, конечно, в горы поедем, ну, будем очень определенно аккуратны, потому что я насмотрелся фильмов, где там лавина может просто снести жука майскими кедрень и фени, поэтому не будем экспериментировать. Дальше. В Сочи пенсионерка погибла под колесами автомобиля Геленваген. Ну, и я думаю, что, конечно, виновата была пенсионерка, 100%. Ну, как же может быть виноват водитель Геленвагена? Не знаю, не вникал, ничего. Ну, ребят, еще раз повторюсь, будьте очень аккуратны. Даже если вы переходите на пешеходном переходе, имейте в виду, что пешеходный переход и, не знаю, там, и то, что вы становитесь бессмертным, это антонимы, это не синонимы. Поэтому я рекомендую пешеходный переход переходить вот так вот смотреть везде, а не уткнуться в телефон, это первое. Второе. Все-таки, смотрите, если вдруг кто-то вас не пропускает, то, скорее всего, он вас передает. Здесь нет такого понятия, чтобы в свою очередь кто-то там, не знаю, там, беспокоился о пешеходах. К пешеходам здесь относятся очень плохо. А если вы не на пешеходном переходе, то будьте уверены, вас собьют 100%. Поэтому будьте аккуратны, будьте бдительны. В Сочи состоялась презентация новогодней елки. Ну, бывает, что же сделать, что у нас очень много елок открылось. Хотя, вчера мы с Надей ехали, Надя говорит, я чувствую предновогоднее настроение. А я ей говорю, а я нифига не чувствую предновогоднее настроение. Ну, не знаю, посмотрим, посмотрим. Курорт Мацеста в Сочи намерен вернуть былую популярность. Вот как бы так. Вот это хорошая цель, да. Конечно, нужно возродить эти всевозможные... Даже я захотел искать Мацесту, потому что опять вчера делал приседания, и что-то у меня теперь неправильно со спиной. Опять спина болит жестко, при том болит. Ну, бывает такой подлости. Хотя, вчера разогрелся, все сделал как положено. И Кирдык, Кирдык, настал Кирдык. В Сочи в дни новогодних каникул будет действовать ограничение по въезду в Краснополяну. Ну, знаете, я думаю, что ограничений никаких не будет, потому что каждый раз у нас табличка каждые три года, что все-все там будет ограничение. На самом деле, всегда все проезжали, и проблем с этим не было. Поэтому пугает, пугает, еще раз пугает. Из-за тумана в Краснодаре несколько рейсов отправлены в аэропорт Сочи. Представляете, как людям повезло. Летели в Краснодар, блин, где там сляка, где дождик, где туман. И тут раз приземляются в Сочи. Я думаю, они просто остались в восторге. Потому что в Сочи приземлиться вместо Краснодара, это всегда за радость. Согласны же? В Сочи ищут свидетелей ДТП на Пластунской. Еще раз говорю, нужно быть очень аккуратным, надо быть бдительным, для того, чтобы не попасть под колеса. В Сочи прошли проверки домов для ветеранов после скандального заявления на пресс-конференции Путина. Ну, что же делаешь? Я думаю, что еще будут как минимум 2-3 дня проверять, а потом забудут. У нас обычно всегда так, знаете. У нас вот когда Путин как все равно тренинг. Вот когда ты приходишь с тренингом и такой думаешь, что такое, все, я заряженный, все, я заряженный, такой, все, я заряженный. И вот если у тебя хватает зарядки на 3 дня, если в течение 3 дней ты ничего не сделал, все, через неделю ты уже ничего не сделаешь, чтобы ты в тренинге. Здесь тоже самое, да, как бы пожаловались Путину, правильно сделали. Соответственно, сразу же ночью подорвался у нас Капай Городский в... Я не матерюсь, это просто фамилия такая. Капай Городский у нас сразу же подорвался ночью, ночью, ребят, ночью, ночью подорвался на Мацесту. Там снял даже сторож для своего инстаграма. И вот как бы все, я думаю, еще 2 дня и все забудется. И как были ветераны у нас никому не нужны, так они у нас никому и нужны и останутся. Но я надеюсь, что все поменяется в лучшую сторону. Потому что вы же знаете меня, я по жизни оптимист. Мэр Сочи. Новая трасса Джуба-Сочи стратегически важна, как Крымский мост. В общем, все обсуждает, 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 все обсуждает, обсуждает, обсуждает. Все обсуждает, обсуждает и обсуждает. И я думаю, что все-таки у нас будет новая дорога. И мы в Краснодар, как заявлял один из чиновников, мы будем доезжать всего лишь за 2 часа. В тоннеле Сочи столкнулись сразу 5 автомобилей. Ну, бывает, ничего страшного в этом нет. Потому что в тоннелях Сочи у нас полоса разделительная и прерывистая. Вот если бы, наверное, было, как в Москве, как везде сплошная, что в тоннеле нельзя было не обгонять ничего, то было бы гораздо круче. А так, там, конечно, в тоннелях пытаются в шашки играть и так далее. Ничем хорошим не заканчивается. В Сочи госпитализировали малыша с ожогами пищевода, бытовой химии. Ну, тоже смотрите, ребята, за детишками, потому что было мало ли что. В Сочи введен запрет на строительство больших домов. Вот такая вот новость. Теперь, да, почему-то я новости узнаю раньше, чем остальные ресурсы. Да, в Сочи запрещено выдавать разрешение на строительство домов ИЖС свыше 500 квадратных метров. Таким образом, исключает варианты строить многоквартирные дома под видом частных. Прикольно? Прикольно. Ну, что я могу сказать? Ничего прикольного нет, ребят. Что вы, радуйтесь-то. Ничего хорошего нет. То жилье, которое есть, оно автоматически начинает в цене подниматься. Соответственно, вам, кто же желает переехать в Сочи, все будет сложнее и сложнее купить ту или иную недвижимость. То есть, поэтому возвращаемся к первой минуте нашего видеоролика и смотрим, что мы можем купить за миллион восемьсот пятьдесят в вокзальном районе. Кстати, эти цены у нас будут только до понедельника, а во вторник у нас цена поднимается сразу на три тысячи рублей, в том числе и для инвесторов. Кто-то скажет, а что там всего лишь три тысячи с квадратных метров? Ну, всего лишь, если даже вы покупаете квартиру двадцать пять квадратных метров, умножаете на три, итогово получается семьдесят пять тысяч рублей разница. Сейчас можно купить на семьдесят пять тысяч дешевле. Поэтому, если вдруг кто-то хочет для себя квартиру дешевле, чем на Соболевке, дешевле, чем на Соболевке, там, где есть горбольница, там, где есть у нас две школы, там, где есть автобусная остановка прямо напротив, там, где есть, в конце концов, в передоме бассейн, в завокзале в районе нет ни одного жилого комплекса, чтобы был бассейн. Если хочется при этом еще и купить дешевле, чем на Соболевке, дешевле, чем в Дагомысе, дешевле, где еще-либо, то вперед и спите. Тем более, там хороший размер, там двадцать пять квадратных метров, тридцать, в общем, то, что вы любите. И самое главное, даже двадцать пять квадратных метров с двумя световыми точками, это не долбанный аппендикс, да, какой-нибудь, а это нормальная, полноценная квартира. Планировка, как в жилом комплексе Кватора. Это круто, это супер. Мы возвращаемся дальше. Авиасообщение. Сочи, Китай открывается с тридцатого декабря. Наконец-то мы слетаем с Надей в Китай. Все, отлично, открывается, и мы полетим. Почему? Мне нравится в Китай. Да, там воняет, да, там, блин, там что-то некомфортное, да, там, везде на углу тебе предлагают секс, да, еще что-нибудь. Ну, мне все равно, как бы, нравится в Китае то, что... Что вот я увидел, что такое китайская пятилетка, на примере Шанхая, показывали, какой был пустырь, и как там построили, и эту башню, которая занимает третье место в мире по высоте, и этот ресторан, который до поры до времени был самым высоким рестораном в мире, да, мне там действительно нравится, и я хочу, чтобы Надя все это тоже увидела. Факт изнасилования девушки-следователя из Сочи не нашел подтверждения. Ну, в общем, как бы так. В Сочи объявлен конкурс на должность главного архитектора. Главного архитектора. Может быть, строительство в Сочи и то, что сейчас есть, может преобразиться, и все-таки уже наступят какие-то стандарты. Ну, блин, круто, посмотрим. В Сочи планируется разморозить проект реконструкции Приморской набережной стоимостью в 14 миллиардов рублей. В Сочи планируется разморозить 14 миллиардов рублей. Я думаю, что у кого-то из чиновников вырастут два хороших, а может даже три хороших коттеджа. 14 миллиардов, я думаю, что там очень хорошо все смогут отожмать. Ну, я так думаю. Судье и адвокату из Сочи грозит 12 лет за взятку. 12 долбаных лет. Ну, блин, ну, бывает, берут взятки, бывает. В трассе Адлер-Сочи появились новые пробки из-за ремонта моста. Я эти пробки испытал все на себе, ничего хорошего в этом нет. Водитель в Сочи отомстил за неподобающую парковку. Как отомстил, ищите в интернете. Ну, прикольно отомстил. Может, мне тоже начать уже мстить с соседями за неправильную парковку? В Краснодаре хотят построить собственный Диснейленд. Ну, знаете, хотят и построили немножко разные вещи, но то, что хотят, это уже хорошо. Я хочу построить свой город в маленький Сочи. Ну, я же тоже хочу. Такой город в городе бывает. Ну, в принципе, ребят, все, все, в принципе, все из новостей. Поэтому, ребят, в Сочи у нас сейчас плюс 10 градусов. Это офигенная погода. Сегодня для вас, ну, как сегодня выходной же, у меня воскресенье. Сегодня для вас, повторяю, повторяю, поснимаю вторичное жилье. Одно из них, которое находится на Гагарина, возле отеля «Звездный». Притом, квартира двухуровневая, притом за нормальные, адекватные деньги. Снимут для вас квартиру в жилом комплексе «Сокол». Нормальную трехкомнатную квартиру в 80 квадратных метров. Тоже та квартира ниже рынка. Она самая дешевая квартира в том жилом комплексе. Чтобы вы понимали, остров мечты, это считается хорошим объектом. В том плане, что большая территория, локация, все, они находятся на одной параллели с париком Горького. Например, если, например, возьмем парик Горького, то там разница, ну, как в цены в квартире, в два раза. В два раза разница. Поэтому вполне возможно, можно присмотреть. Единственное, что я не стал сегодня снимать лютый эконом там на Пятигорской 45, потому что как бы я тому дому не доверяю, да, мне тоже приглашали, поэтому извиняйте, что не приехал, потому что там не все гладко с документами. Ну, во всяком случае, наши юристы говорят. И поэтому будем снимать для вас только то самое хорошее, безопасное, которое вы можете приобрести и ни о чем не переживать. Ну и, в принципе, пока все. Сегодня вечером у нас корпоратив, тоже хорошее мероприятие. Постараюсь немножечко, немножечко поснимать для вас. Ну и, в общем, пока все. Вам всем отличное настроение, побольше позитива, хорошо провести корпоративы. Ну и, конечно, промежуточные итоги. Я поздравляю всю свою группу в WhatsApp. Ту группу, если не ошибаюсь, там 12-15 человек, которые вместе со мной шли к цели, которые стартовали 24 ноября. И, соответственно, по правильному питанию, по правильному режиму. И вчера мы подводили промежуточные итоги, хотя итоги будут 25-го, я сниму на эту тему видеоролик. И все похудели от 3 до 15 килограмм. Это по-настоящему круто. В основном все сбросили 5-6 килограмм. Все стали нравиться себе. Все говорят, что они на корпоративе будут самые красивые, самые лучшие. Я вас всех поздравляю, то, что вы выдержали, потому что не все выдержали. Было изначально человек 20, половина у нас отвалилась, как это принято, да. Ну а те, кто остались, я думаю, что они останутся довольны своим результатом, когда просто даже будут смотреть свое отражение. Я думаю, сделаю второй поток. Только этот поток я делал бесплатно. Просто я хотел делать эксперимент. В этом все получилось. Притом получилось у всех. Нет ни одного у меня в группе, у которого не было бы результата. У всех офигенный результат. Поэтому вторую группу, наверное, сделаю с числа 15 января. И, соответственно, там уже эта группа будет платная. Кто хочет похудеть целый месяц под моим контролем. Я думаю, что всем понравилось. Там образовалась именно не группа, а коллектив, где друг с другом перезнакомились. Приятно, когда в одной группе из разных регионов было России. У меня там из Калининграда, из Уфы, из Орска, из Сочи, из Дальнего Востока. Представляете себе? И все они были в одном месте. Я думаю, что даже после этого мероприятия, я думаю, группу этого удалять не буду, потому что там они уже за этот месяц очень хорошо подружились. Понимаете? Одно дело, когда ты сам решил худеть. Одно дело. И ты можешь, а, ладно, что там, а, ладно, забитили еще. А другое дело, когда ты худеешь в коллективе, и когда ты каждое утро должен отправлять фотоотчет по весам, когда должен отправлять фотоотчет по идее и так далее. И я думаю, вот этот как раз в коллективе тебя, знаете, тебя это, ну, дисциплинирует по-другому. Да, вот, например, если вы пришли позаниматься в спортзал, да, сами решили позаниматься, у вас настроение, то и вы там раз пропустили еще что-нибудь. А, например, представляете себе, та же самая ситуация, и вы пришли на групповое занятие. Ну, хочешь, не хочешь, но в групповом занятии ты будешь что-то делать. Ну, хочешь, не хочешь, ты будешь как бы делать, как все. И ты от группового занятия получишь больше результата, чем ты пришел сам по себе, ты все сам знаешь и так далее. Ну, я как физрук, да, как у меня второе образование физкультурное, могу сказать, что это так. И здесь вот то же самое действует, да, вот как бы я сам хотел походить, да, и как бы не хотел я, соответственно, один там, потому что я знаю, что всегда есть соблазн как бы забить на все, потому что я такой же, как и вы, этот человек, который хочет есть всякое говно, такое, как там всякие бургеры хочу, я хочу съесть, в конце концов, шоколадку, потому что я люблю безумно шоколад. Да я много чего хочу, ребят, да я реально много чего хочу, и много чего люблю, там, как бы из запрещенных продуктов. Ну, какие запрещенные продукты? Например, ну, например, шоколад, вот я люблю, да, мед, я тоже люблю. Не знаю, там, картошку, картошку, я тоже люблю безумно картошку, картошку, там, не знаю, с курицей, там, или там, с куском мяса, да, а здесь все правильно, чтобы, потому что весы, они же покажут, как бы, без разницы, что ты там скажешь, что ты ел, что не ел, ты можешь обмануть себя, ты не можешь обмануть нас всех вокруг, но ты никогда в жизни не обманешь себя. Поэтому второй поток, наверное, я буду делать, потому что, в принципе, в принципе, всем там понравилось. Говорю, опять же, я потом соберу отзывы, у себя в антенаграмме размещу, будет интересно. Ну, в общем, как бы так. Ну, и приятно было, когда пришел с пацанами в баню, они все, как один, говорит, Макс, ну, так, мы прям видим, за месяц ты офигенно сбросил, говорит, и при том сбросил, именно, как бы, мышечный скелет остался такой же, только вот жировая прослойка. Опять же, я в ворклассе сделаю вот это измерение все, да, где там и жир показывается, и содержание воды, все это я сделаю у меня, я специально сделал до начала курса, и вот сделаю в конце, да, сделаю примерно 25-го числа, 25-го, 26-го. И, конечно, эту тему сниму видеоролик, посмотрите. В общем, ребят, те, кто со мной шагал, и уже отшагали ровно 4 недели, да, уже осталось там кусочек, там, да, до 24-го числа, вас всех поздравляю, вы все молодцы, тем более, наверное, самое лучшее поздравление – это отражение в зеркале. Ну, пока на сегодня новости все. Все, ребят, сегодня поработаем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok